В последнее время участились случаи отключения электроэнергии, которые приносят немало неудобств как населению, так службам и организациям. Причины частых перебоев со светом в интервью нашей программе прокомментировали специалисты Гагарской электросети. С приходом осеннего-зимнего сезона увеличились у нас нагрузки, то есть для потребления у населения в частности. В основном, в принципе, у нас лето прошло нормально, без частых отключений, хотя и работали и санатории, и пансионаты. У них энергосистемы более-менее в нормальном состоянии находятся, а вот население у нас страдает. Почему? Прежде всего, если мы даем разрешение на потребление электроэнергии до 5 киловатт, то есть это как бы заложено. Основная масса населения не соблюдает этих правил, увеличивает мощность для потребления. Наши провода не выдерживают, наши трансформаторы горят. Основная причина в этом на сегодняшний день. В то же самое время ведутся работы, то есть мы, можно сказать, не на 100% готовы к осенне зимнего сезона, ну, процентов на 50, почему я говорю процентов на 50, потому что на сегодняшний день у нас как бы нет в наличии на ремонтно-восстановительные работы, в частности, ни кабеля, ни провода. Я не знаю, что будет в дальнейшем, хотя заказывали мы, предупреждали руководство Черномор-энерго, писали письма о подготовке к осеннему зимнему сезону, просили кабель, провод, трансформаторы разных размеров, как бы мощности и 630 ква, и 400 ква. Ждем, ждем. По мере поступления это все будет, и я думаю, в течение месяца в Сухоми поступит, и, соответственно, и в Гагру придет это. График отключения на самом деле было в заседании энергетической комиссии, кажется, в сентябре месяце. Утвердили график верного отключения по Абхазии, то есть по линии 110-220 кВ, должны отключать по районам. Но я сегодня, вот сегодня, 16 число, 16 ноября, связывался с главным инженером Черномор-энерго. В частности, насчет этого графика, он мне как ответил, что это по мере надобности будет. То есть, если будут кризисные ситуации, кризисные нагрузки, тогда будет отключение. Зимой, в частности, ну, где-то с декабря месяца, может быть. Зависит от подгодных условий и зависит от дебита воды на Ингургез. Потому что сегодня основной поставщик электроэнергии – это Ингургез. Но бывают аварии у нас по линии 220 кВ от Ингургез до Сухуми и до Бзыби, в частности. Тогда подается электроэнергия из России. В настоящее время на подстанции Бзыбь 220 кВ ведутся работы по реконструкции подстанции. В частности, ведется замена масляных выключателей 220 кВ на или газовые выключатели. Во-первых, они занимают меньше места, быстрее срабатывают. То есть, вот эти переключения, которые сегодня наблюдают жители нашего района на 3-5 минут, эти переключения сократятся до 2-3 секунд. То есть, это не будет заметно, даже глазу можно сказать. Нельзя не отметить и влияние человеческого фактора на данную ситуацию. Работники электросети встречаются с такими проблемами, как неоплата жителей за потребленную электроэнергию, а также нехватка кадров специалистов своего дела, из-за чего надуманные планы по благоустройству и снабжению города электроэнергии либо стоят на месте, либо исполняются крайне медленно. Субтитры создавал DimaTorzok